Девушки отдыхают Украинская власть не понимает этого вопроса, поэтому так и происходит. Мы боролись и будем бороться. А можно себе представить имя, позывной? Позывной Чингисхан, город Алчевск. Передаю привет. А ты какой батальон? Сомали. А можно обозвать Сомали? Это очень, конечно, известный батальон. В этом батальоне собрались люди, которые патриоты сильнее духом. Потому что Комбат Гиви собрал вокруг себя людей, которые достойны защищать свою родину. Гиви, он человек из народа. Полон сил, решений, инициатив. За ним идут люди. И у нас получается. Потому что за нами правда. Была, есть и будет. Потому что мы свободные люди. Люди Донбасса. Спасибо. Я взял профессию. Водитель. А за что решил воювать? Потому что на мою родину пришли со своими законами. Со своим языком, со своей историей. У нас своя история, свой язык. Все просто. Хочу жить свободно. Чтоб мои дети жили свободно. Чтоб мои родители спали спокойно. Все просто. А сколько у Генгисхана тебе лет? 42. А как твое положение по поводу семью, детей? На данный момент один. Ну, сейчас не время. А как твоя должность как бойца? Стрелок. А здесь на передовой можно объяснить, как это, чтобы здесь находиться на передовой? На передовой у нас каждый заменяет друг друга. Каждый боец в Геве обращается с оружием и заменяет друг друга. По возможности. Поэтому у нас нет определенных. Один занимается одним, другой занимается другим. Каждый боец контролирует и поддерживает друг друга. Одним словом, Сомали. Сила, умение, сила духа. За нами правда. А можно объяснить Гиви, как человек? Ну, я повторю, что это человек из народа. И он дошел до таких высот не потому, что ему что-то прилепили свыше, а потому, что дошел до этого собственными силами, собственными мыслями, силой духа. Он сплотил вокруг себя батальон Сомали, который прошел горячие точки. Это не просто слова. Это дело. Это человек, который отдает себя полностью на жизнь Сомали и стоит за правое дело Новороссии. Батя, мы его называем. А можно объяснить себя, как человек? Меня? Да. Родился, живу. Пытаюсь быть человеком. Коротко. А здесь это очень активно. На мне, ну, как сказать, страшно ли, чтобы здесь находится на передовой подстрел постоянный? Страшно всем. Кто говорит, что не страшно, значит лукавит. Это нормальный фактор, человеческий страх. Но помимо страха есть еще долг, родина, семья, дети. И все это сплочает людей, и люди идут вперед. В западной СМИ мы прочитаем, что здесь находится русский спецназ. Я похож на русского спецназа? Нет здесь русского спецназа. Здесь есть дух Новороссии. Люди сражаются за свою землю, за свою семью, за своих родителей. Пытаются доказать тем, кто не понимает ни юридически, ни физически на данный момент, что бесполезно что-либо сделать с Новороссией, потому что люди сражаются за землю, за свою свободу, детей, родителей. Желание жить под солнцем, дышать воздухом, свободно. Спасибо, Генгискин. Будет сила, будет дух. Это не хороценовая стиля. Победа будет за нами. Она ухранит. Она ухранит. Э Nada. Сила. Она ухранит. Память ухранит. Продолжение следует...